Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Сколько ее ждать можно? Где она? Игорь Иванович, уже плывет, сейчас будет. Сейчас будет, сейчас будет. Убить мало. А-а-а! Игорь Иванович, доктор! Во время тренировки байдарочников в Днепропетровске, недалеко от моста, где речушка гнилокиш впадает в Днепр, всплыл труп неизвестного мужчины. С началом купального сезона несчастные случаи на воде происходят нередко. Но эта смерть не была результатом, как пишут в инструкциях, нарушений правил поведения граждан на воде. Утопленник был одет. На пиджаке покойного был прикреплен значок «Мастер спорта СССР международного класса». По номеру определили. Принадлежит он боксеру Андрею Телегину. Позже его опознали руководители городского спорткомитета. В легких Телегина воды не было. Он умер до того, как тело оказалось в воде. Труп бросили в Днепр, чтобы замести следы. Причиной смерти оказалось отравление нембуталом. Нембутал – лекарство от бессонницы. При передозировке человек может заснуть навечно. Смертельная доза нембутала называется на медицинском жаргоне «желтый жакет» и составляет примерно 200 миллиграммов. В 1962 году о нембутале узнал весь мир. Известным его сделало официальное заключение экспертов о смерти кинозвезды Мерлин Монро. Она, как было заявлено, умерла вследствие передозировки этого препарата. В СССР нембутал продавался в аптеках строго по рецепту. В специализированных клиниках его вводили внутривенно и с помощью специальных клизм. Врачи рекомендовали препарат тем, у кого проблемы со сном стали хроническими. Резонансное дело о гибели известного боксера поручили вести старшему оперуполномоченному Егору Сальникову. Его недавно перевели в Днепропетровск. Опытный оперативник первым делом решил отработать важную деталь. К телу погибшего Телегина была привязана покрышка от колеса легкового автомобиля. Почти новая. На ее боку латинскими буквами было написано «Бару». Резина импортная, поэтому требовались дополнительные консультации, чтобы определить марку автомобиля. Майор Сальников встретился с тренером Телегина, Игорем Бароновым. Оперуполномоченный не мог понять, как такое могло произойти. Оказалось, что боксер пропал полторы недели назад, а его никто не искал. С тенью! Такие у вас в спорткомитет же вызвали. Все думали, он в Москве. Зачем вызывали? Кто именно? Переехать он должен был в столицу. Оттуда не звонили, я решил, все в порядке. Вопрос решен. Телегин же у нас кандидатом был в сборную команду Советского Союза. В Москву его переводили с прицелом для подготовки к Московской Олимпиаде. Ну, как спортсмен, понятно, талант. А как человек? Враги у него были? Ну, вы же знаете, о покойниках иногда лучше ничего не говорить. Это если человек в возрасте 100 лет умер в собственной постели. Тогда да. С кем он вырождавал? Рассказывайте. По словам Баронова, Телегин постоянно подчеркивал свое превосходство над остальными спортсменами. Молодые боксеры жаловались, что он за пивом их гонял. За пивом? Таким же нельзя. Им категорически нельзя. Со что он регулярно получал по шее. Но больше всего от него доставалось, конечно, Южакову, его прямому конкуренту. Не менее талантливому боксеру, я считаю. Вот над ним он конкретно издевался. Это твоих рук дело. А что сразу я? Так а больше некому. Ты сволочь. Прекратить. Прекратить, сказал. Прекратить, сказал. В ринге будете доблесть показывать. Дай круг по стадиону оба. А когда Телегина перевели в Москву, в пары, у Южакова вообще не осталось шансов попасть в сборную. Хотя лично я считаю, что Южаков на голову выше его как спортсмен. И мне лично непонятно, почему выбрали именно Телегина, а не Южакова. Я собирался его подготовить, Олега, для того, чтобы он поборолся за место в сборной. Я понял. Получается, Телегин погиб. И конкурентов у Южакова теперь нет. Вы знаете, в этой категории конкуренция очень плотная. И кто там из них Южаков? А Олега нет. Он у родителей. А вот как. А полтора недели назад он был в городе? Тренировался? Нет. Почему? Где был? Ну, я же говорю, у родителей. Он отпросился, я разрешил. Точно у родителей? Нет, я, конечно, понимаю. Ребята молодые, устают на тренировках. Отдыхнуть захотелось. Да? Конечно, не без этого. Но Олег, как спортсмен, ответственный. А как человек, порядочный. И поэтому я ему доверял. Оперативник узнал адрес родителей Олега Южакова и сразу же выехал к ним в райцентр «Желтые воды». Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно об Олеге поговорить. А вы, простите, кто? Увидев фотографию Олега, Сальников понял. В семье гордились сыном боксером. Он решил назваться корреспондентом газеты. Я спортивный корреспондент. Из областной газеты. Вы хотите статье об Олеге увидеть? Конечно. Пойдемте. Проходите. Присаживайтесь. Я сейчас вам фотографии Олега покажу. А это Олежек. Когда первый раз чемпионат республики выиграл. Мы с отцом в Полтаву ездили. Болели за него. Отличный снимок. Для очерка будет в самый раз. Я могу взять? Конечно. Спасибо. А статью когда ждать? Ну, сами понимаете, пока напишу, пока редактор утвердит. Скоро. Про Телегина, видать, быстрее утверждают. Вон сколько пишут. А Олежек наш не хуже. Я уже и мужу говорю. Да приступни ты этого Телегина. Да вы что? Вот. О, наша статья о боксерах. Свежий выпуск. Это вам Олег привез? Нет, выписываем. Олежки уже с месяца дома не было. Да? Тренируется. Хорошо. Спасибо вам за помощь, Анна Ивановна. Всего доброго. До свидания. Прощаясь с Анной Южаковой, оперативник выяснил главное. Ее сын давно не навещал родителей, а значит, обманул тренера. Где же он был на самом деле? В своей комнате в общежитии Южаков не появлялся примерно дней 10. Ну что там? Комендант говорит, что сегодня заходил. Подождем. Гражданин Южаков? Ну? Милиция. Ну теперь я вижу, что милиция. А так на шпану похоже. Успокойся, боксер. Придется пройти с нами. Ну пойдем. Здравствуйте, гражданин Южаков. Куда это вы пропали? Никуда я не пропадал. У родителей был в желтых водах. Поразительное совпадение. Я тоже. Был у ваших родителей. Пообщался с Анной Ивановной. Скучает мама за вами. Скучает. Что, Белтелегина смылся, да? Где прятался? Еще чего. Руки марать. Я, конечно, готов был убить гада. Ты поводов хватала, но... Какие поводы? Соня. Девушка моя. Парень рассказал, что Соня нравилась ему, но Телегин вскружил девушке голову. Олег же терпеливо ждал, пока она сама к нему вернется. А недавно я видел его в компании замужней женщины. Он сидел у нее в машине, пиво пил. Почему он так много пива пил? Спортсменам ведь нельзя. Не, ну, говорят, если немного, даже полезно. Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Но он пиво страх, как любил. Аж трясся. Бывает. Ну, виделись замужней женщиной. Что дальше? Рассказали девушке? Нет. Она сама обо всем узнала. Сокровище нашлось. Да проваливай. Я обойдусь без тебя. Ой-ой-ой, какие мы гордые. Ну, как хочешь. Только нечего было глазки строить, да по соревнованиям за мной ездить. Ты прав, нечего было. И хватит с меня проваливать к своей старухе на машине. Счастливо оставаться. Телегин не сомневался, что Софья Дремова никуда от него не денется, ведь именно она к нему клеилась. Но девушка оказалась с характером. Отшила неверного ухажера и ушла к влюбленному в нее Южакову. Это он потому вышекида на провода забросил? Он в последнее время вообще беситься стал. Я не выдержал и сказал ему, чтобы он Соню не трогал. Телегин не мог смириться. Постоянно провоцировал Южакова на конфликт. Полторы недели назад Соня взяла в институте путевки в Карпаты. Южаков не стал афишировать это. Тренеру сказал, что ему нужно срочно ехать к родителям. Оперативники проверили показания Южакова. В день исчезновения Телегина он и в самом деле с группой студентов был в Карпатах. Это подтвердили и в институте, где училась девушка. У следствия оставалась единственная зацепка – автомобильная покрышка «Барум», привязанная к трупу Телегина. Эксперты установили, такими шинами комплектовались чехословацкие автомобили «Шкода». В городском отделе ГАИ Сальникову сообщили, в Днепропетровске зарегистрировано всего четыре автомобиля «Шкода-100». Именно этой марке покрышка подходила по размерам. Из четырех машин две были выделены для руководства завода железобетонных изделий, где мастер спорта международного класса Андрей Телегин числился бетонщиком шестого разряда. В СССР спорт был любительским, поэтому спортсменов, которые на бумаге числились на производстве, но по факту приходили туда лишь за немалой зарплатой и премиальными, с издевкой называли любителями. Герои спорта должны были иметь красивую трудовую биографию. Так футболисты московской команды «Торпеда» были закреплены за цехами автозавода имени Лихачева. Гордость и боль завода команды высшей лиги «Торпеда». Гордость, когда она выигрывает, и боль, когда она проигрывает. Их хорошо знали рабочие, которые при встрече случалось, не выбирая выражений, объясняли кумирам, что те живут за их счет и поэтому должны отдавать на поле все силы. У двукратного олимпийского чемпиона по конному спорту Ивана Кизимова в трудовой книжке была запись. Бухгалтер. Студент-биолог, боксер Борис Лагутин, двукратный олимпийский чемпион, не стал ученым, а трудился в ЦК Комсомова. Борису Лагутину вручена золотая медаль. Настоящим работающим спортсменом-любителем был, пожалуй, 45-кратный чемпион СССР по теннису в личном и парном разрядах Николай Николаевич Озеров. Начинаем нашу спортивную передачу. Давно не играла так хорошо сборная Советского Союза. Народный артист РСФСР, актер знаменитого МХАТа и популярный спортивный комментатор. Импортные «Шкоды» благодаря связям директора завода железобетонных изделий Павла Жукова в обкоме партии купили сам Жуков и его заместитель Анатолий Головин. Директора на работе не было. Сальников встретился с его замом. Гражданин Головин? Да. День добрый. Добрый. Старший опера полномоченный Сальников? Да. Что можете сказать о покойном телегине? Хороший парень. Был. Кстати, вот сувенир привез. С Кубы. Кстати, я его тогда в последний день отвозил на вокзал на этой «Шкоде». Ну, машина. Головин рассказал, что встретил возле вокзала знакомого милиционера, старшину Александра Петрова. Привет, Саня. А штрафовать меня хочешь? Так ведь не за что. Какими судьбами? Андрюху телегина на поезд посадил. В Москву парень уехал. А насовсем, что ли? Так, я тебе ничего не говорил. Забудь. Понял. Имя Андрея телегина было хорошо знакомо милиционеру, любителю бокса. А конфликтов у него не было? На почве того, что он деньги получил немалые, а на работе не появлялся. Ну, знаете, люди разные. Но работяга чемпионом не станет. Ринг это пахать, пахать и пахать. Сам знаю. Занимался когда-то. Сейчас ребятам помогаю. Майор решил перевести разговор на машину. Он хотел выяснить, все ли покрышки в комплекте «Шкоды» головина. Машина у вас. Да-да, загляденье. Умеют чехи делать. Здесь и ходовая, и покрышки, и салон, и даже запаска. Все фирма. У директора такая же машина. Точь-в-точь. В реке найден труп молодого мужчины с привязанным к ноге скатом от автомобиля «Шкода». Следствие выясняет, что убит боксер Андрей телегин. В спортивной секции он постоянно конфликтовал с боксером Олегом Южаковым. Молодые люди соперничали из-за девушки. Одновременно выясняется, что автомобилей «Шкода» в городе только четыре. Хозяева двух из них – директор завода железобетонных конструкций и его заместитель. У директора такая же машина? Точь-в-точь. О машине директора завода Жукова говорить было не с кем. Генерал, как его тут все называли, был в командировке. А у него шофер смотрит и ездит в основном генеральская жена. А Жуков он как к смерти телегина отнес? Может быть, говорил что-нибудь? Знаете, Павел Григорьевич, он такой человек, в боксе не очень. Он в основном по другим ведам спорта. Это жена его, кстати, мастер спорта по художественной гимнастике. В тот же день оперативник приехал к пединституту. Тут на факультете физовоспитания работала жена директора завода. Именно она пользовалась автомобилем «Шкода-100». В отсутствие хозяйки оперуполномоченный решил выяснить, какая резина стоит на колесах директорской иномарки. Осмотр показал. Фирменная. Барум. Но одна из покрышек была советская, сделанная в белой церкви. А кто вы такой будете, товарищ? И что это вы возле машины крутитесь? Майор Сальников, Егор Игнатьевич, вы работаете в пединституте? Так точно. Душенко, Тарас Кузьмич, сторож. Вот именно вы, Тарас Кузьмич, мне и нужны. Во сколько обычно приезжает, уезжает эта машина? Хозяйка никого не подвозит? Из окна моей сторожки видны две улицы. Иногда хозяйка «Шкоды», Марина Жукова, подбирает молодого парня, заворачивает за угол, а он там его жжет. Пять его красавца подхватила, шельма. А если я вам сейчас фотографии покажу, вы этого пассажира узнаете? Ну, попытаюсь. Знаете? Точно. Этот парень к ней в машину садился. Он. На предъявленной фотографии сторож Душенко опознал убитого боксера Андрея Телегина. Постовой Александр Петров, которого встретил зам директора Головин, подтвердил, что в день отъезда Телегина в Москву Головин на своей «Шкоде» был возле вокзала. Что касается слов сторожа о тайной связи преподавателя пединститута и боксера Телегина, то оказалось, не только он видел, как молодой человек садился в машину к Марине Жуковой. Об этом судачили коллеги-преподаватели и студенты. А вот недостающая сторона любовного треугольника. Директор завода Павел Жуков. Он намного старше своей жены-спортсменки. Майор Сальников уже почти не сомневался. Шина от «Шкоды», привязанная к трупу боксера Телегина, была снята с машины, официальным владельцем которой был Жуков. Знал ли директор об особых отношениях Телегина и своей жены? Сыщик дождался возвращения Жукова из командировки и отправился к нему навстречу. И уже оттуда на погрузку. Смотр... Ага, все, доложь в течение получаса. Большой привет. Добрый день, Павел Григорьевич. Это я вам звонил. А, товарищ Сальников, присаживайтесь. Благодарю. Что вы можете рассказать о вашем рабочем Андрее Телегине? Рабочем Андрею Телегинем. Трутень. Трутень и не рабочий. Кулаками махал, бабки загребал. А видели мы его тут только в день зарплаты возле кассы. Директор Жуков вынужден был мириться с тем, что Телегин числился на его заводе. Боксера направили сюда по разнарядке обкома партии. Распорядились начислять большую зарплату. Скажите, а «Шкодой» вы своей пользуетесь? А чего это вы интересуетесь моей машиной? Так вы пользуетесь или нет? Жена водит. У меня есть служебная. Знаете, вполне хватает. Павел Григорьевич, у нас такие спортсмены по зарплате даже в милиции есть. Вы часом не потому ли на Телегина обозвлены, что он с вашей супругой был хорошо знаком? Вы говорите, да не заговаривайтесь. Молодой человек. Сальников старался не отвечать на грубость директора. Он последовательно подводил разговор к главным вопросам. Где вы были в ночь, когда пропал Андрей Телегин? Какой хитрый прием. Хотите меня поймать, а сами даже дату не называете? Да мне завод был в курсе, что этот бездельник 19 мая уезжает. Где вы были в эту ночь? Я спал дома. Кто это может подтвердить? Жена была на соревнованиях в Киеве. Дочка спала. Дочь не трожь. Обстановка немного разрядилась, когда в кабинет вошел заместитель директора Головин. Пол Григорьевич, как насчет выходных? Может быть на рыбалку, на базу Волна? Не до рыбалки сейчас. Ну, тогда может быть я с семьей заеду в домик? Берите. Не возражаю. Спасибо. Волна. Это заводская база отдыха? Да. А где она? На Днепре. Красотища. Только через мост переехал и... Анатолий Анатольевич, вам работать не пора? Конечно, пора, извините. Я прошу прощения. А не тот ли это мост, под которым труп Телегина обнаружили? Услышав, где находится заводская база отдыха, Егор Сальников немедленно отправился туда. Надо было выяснить, не приезжал ли на базу директор Жуков в день гибели боксера. Добрый день. Покажите мне директорский домик. А вы, собственно, кто? На каждой базе есть директорский домик. А про ваш так весь город знает. Ну, вот он, крайний. Но ключей у меня нет. У директора базы и нет ключей. Там, собственно, всегда чистота и порядок. Генерал приезжает в любое время. Утром уехал, ключи оставил. За пару часов навели порядок. Ключ отвожу ему лично, на завод. Хорошо, с ключем понятно. Директор семьей приезжает отдыхать? Ну, был кто-то в последний раз. Не разобрать домик-то на отшибе с той, не разглядеть. Он и ворота открывал и закрывал сам. Меня отправил. Ну, хоть журнал учета, его пребывание на базе вы ведете или нет? Конечно, журнал есть. Давайте вы сюда. Прошу. Оперативник понял, что своего начальника Павла Жукова директор базы боялся больше, чем милиции. Вот в этом журнале учета отдыхающих базы отдыха «Волна» указано. Домик под номером 17 был занят 19 мая и всю неделю до этого. Сальников понял, что директор солгал ему, сказав, что находился дома. В ночь исчезновения боксера Телегина он приехал на базу. На «Шкоде». Хотя обычно приезжал на ведомственной машине. Судя по времени прибытия, поздно, 23.40. Значит, было темно. И по пути директор мог сбросить с моста тело убитого. Мотив убийства понят. Ревность. Желание ни с кем не объясняться тоже понятно. Поэтому он отправил подальше директора базы. Но тот успел заметить в машине пассажира. Значит, в преступлении был соучастник или, как минимум, свидетель. Майор Сальников решил больше не церемониться. И пригласил Павла Жукова повесткой к себе в кабинет. Да. Разрешите? Товарищ Сальников, добрый день. Добрый. Присаживайтесь, Павел Григорьевич. Благодарю вас. Повестка. Повестка. В прошлый раз вы утверждали, что в ночь на 19 мая вы были дома. Не хотите изменить показания, сказать правду? Я спал дома. Хорошо. Вот это журнал учета пребывания на базе «Волна». Так. Что же здесь написано, Павел Григорьевич? Здесь написано, что в ночь на 19 мая вы были на базе. Недалеко от которой нашли труп Андрея Телегина. Я все расскажу. Не возражайте. Пожалуйста. Павел Жуков понял. В его интересах рассказать правду. Он признался. С женой сохраняет семью формально, ради дочери. По уговору они не вмешиваются в личную жизнь друг друга. В ту ночь он действительно с «Шкодой» приехал на базу. И был не один, а с женщиной. За дочерью присмотрела соседка. А почему на «Шкоде» поехали? А не служебной машиной? Я за руль служебки редко сажусь. Водители есть. Да и разговоры лишние ни к чему. Жена была в отъезде. Я взял «Шкоду». Как зовут ваша знакомая? Юля. Юля Семеновна Приходько. В котором часу на базу приехали? Около полуноча. Уехали. Рано. В полшестого. А вы знаете, что покрышка, которую привязали к телу убитого, может быть от вашей «Шкоды». А может и не от моей? Сомневаетесь? Ну что ж, поищем в гараже, поговорим с шофером. Выясним. Я ни в чем не виноват. И никого не убивал. Майор, я специфический человек. И многим перешел дорогу. У многих будет праздник, если вдруг меня... Если вдруг со мной случится беда. Жуков дал понять, что его недоброжелатели могли подтасовать факты и направлять следствие по ложному пути. Но знаете, что я не виноват. А почему одно колесо не бару? И лысая она совсем. Пропала покрышка. Как пропала? Сам не знаю как, но пропала. Водитель директора Семен Зобов рассказал. Он разбортировал колесо и буквально на пять минут отлучился. Вернулся, покрышки нет. Запаски в машине не оказалось. Головин своей «Шкодой» отвез его к себе в гараж. Там взяли бэушную советскую покрышку. Алиби Жукова подтвердила Юлия Приходько, с которой он провел ночь на базе, и зав. базой Вадим Чистов. Однако пропала почти новая покрышка от машины директора. Выходит, именно ее привязали к телу убитого. Все обстоятельства как бы специально указывали на Жукова. Сальников вспомнил. На допросе Жуков твердил о своих недоброжелателях. Кому он мешал? Вот. Больше десятка кляус. Их написал заместитель Жукова. Головин. Оказывается, до прихода Жукова на завод, Головин исполнял обязанности директора. Вероятно, очень рассчитывал на эту должность. Полковника в отставке Жукова пристроил его друг, секретарь обкома партии. С такой рокировкой Головин не смирился. Он хотел вернуться в директорское кресло. У него тоже был автомобиль Шкода. Головин хвастался своей машиной и как бы специально демонстрировал все пять фирменных колес. Он же рассказал следователю и о базе «Волна». Обратил внимание Сальникова и на то, что находится она совсем рядом с местом, где было обнаружено тело убитого боксера. Сальников отправил оперативников собрать информацию об Анатолии Головине. Он же вообще на базу последний месяц не ездил. А так расписывал свою рыбалку. Зато нам удалось узнать много интересного о его связях в мире бокса. И каких успехов он добился? Кандидат мастера спорта. КМС. Ну, не чемпион. Да, но его брат тренирует в сборной области. Это как раз с его подачи к Телегину в Москве было особое отношение. Даже так. Головин часто привозил Телегина на тренировки. Так утверждают спортсмены. Дружеские отношения и на тренировки, и на вокзал отвез. Видели его там. Вот только Телегина с ним не видели. Выходит, так. Бывал ли Телегин в доме Головина? Сальников решил поговорить с соседями замдиректора завода, предъявив им фото погибшего боксера. А вот этот молодой человек, случайно к нему в гости не захаживал? Не видели? Бывал у него этот парнишка. Видела. Недели три назад, наверное. Сильно пьяный парнишка был. Толя, его еле до машины довел. Соседка Головина Клавдия Константиновна Зыбина опознала Андрея Телегина. Исходя из этого, майор Сальников получил санкцию на обыск Шкоды и гаража Анатолия Головина. В реке найден труп боксера Андрея Телегина с привязанным к ноге скатом от автомобиля Шкода. Таких машин в городе только четыре. Две из них принадлежат директору завода железобетонных конструкций Жукову и его заместителю Головину. Следствие выясняет, что Головин близко дружил с погибшим боксером. Соседи замдиректора подтвердили, что видели парня в день его смерти у дома Головина. Сыщики решают обыскать машину и гараж замдиректора. Товарищи понятые, прошу наблюдать внимательно. При осмотре багажника Шкоды Головина эксперт-криминалист Андрей Вознюк обнаружил еле заметные следы крови и рвотной массы. Он взял образцы для проведения экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза установила. В багажнике Шкоды замдиректора завода Анатолия Головина обнаружены следы крови и рвотной массы, которые совпадают с группой крови убитого Андрея Телегина. В гараже Головина нашли моток тонкой, но прочной веревки. Такой же тонкой веревкой к трупу Телегина был привязан скат от Шкоды. Совокупность убедительных вещдоков давала основания для задержания и допроса Анатолия Головина. Товарищ Сальников, я готов вам все рассказать. Что совесть замучила? Или поняли, что вас приперли к стенке вещдоками? Ну, понимаете, тут вышла ужасающая несправедливость. Жукова ведь назначили директором предприятия, а меня задвинули. Кто он такой? Что он сделал для предприятия? Ничего. В чем он разбирается? Ни в чем. Нафталин. Просто пятое колесо от Телеги. Головин рассказал, что пытался писать жалобы, указывал на просчеты Жукова. Но у того наверху была мощная поддержка. Головин выставлял себя чуть ли не спасителем завода, но Жуков над Кляузами только смеялся. Завод идет ко дну, а он почти каждый день с бабой какой-нибудь на базе отдыха отдыхает. Вот я и решил что-то сделать. Вы знали, что Телегин был любовником жены директора, и вы решили сыграть на этом. И на машине тебя такой будет кататься. А директор будет рогами крышу пробивать. Головин вспомнил, как Телегин рассказал ему о преподавателе пединститута, которая пыталась познакомиться с ним. Анатолий посоветовал установить близкие отношения с Жуковой. Женщина красивая, да и мужу этим можно насолить. Так это по вашему совету Телегин стал любовником жены Жукова? Вообще-то они познакомились сами. А когда я проходил мимо гаража и увидел, что Семенович водитель Жукова, как раз ремонтировал машину, снял колесо, у меня сразу же нарисовалась картинка. Если всплывет привязанная к ноге шина, значит, будут искать Шкоду и выйдут на эту сволочь. Головин унес покрышку к себе в кабинет, спрятал под стол. Потом, предложив водителю директора Зобову свою помощь, сделал все так, что он ничего не заподозрил. Да чтоб тебе пусто было, кто тут шутки шутит? Что случилось, Семенович? Сказ утащили. Так проблем-то достань запаску. Охрен ее найдешь, ту запаску, баба не возит с собой запаску. Ладно, что-то подберу для тебя. Поехали ко мне в гараж. Давай. Поехали. Запаску потом найду, поменяю. Потом вы подговорили брату. Брат тут ни при чем. Он ни о чем не догадывался. Он просто помогал Телегину с Москвой. И в тот вечер, когда я зашел, они сидели, выпивали. И вы решили воспользоваться ситуацией? Ну, естественно. В тот вечер жена Жукова уехала в командировку. Жуков, естественно, с очередной бабой поехал на базу отдыха. Я купил пиво, добавил туда, не мбутал. Я был уверен, что Телегин не откажется выпить. Ну, давай за удачу. В Москве она тебе точно понадобится. Да все будет хорошо, не переживай. Привет, ребят! Андрюх, это тебе. Спасибо, Анатолич. О, привет, Толик. Привет. Примешь? Ну, а кто тогда молодого москвича повезет на вокзал? Вторая такая же бутылка была у него дома. Анатолий Головин действовал наверняка. Он знал, что Андрей Телегин никогда не отказывался от пива. А что, если бы не мбутал стал действовать раньше? Тут я со временем подгадал. Пора было ехать на вокзал. Значит, поехали на вокзал, чтобы машину там заметили и подтвердили, что была на вокзале? Нет. Головин рассказал, что перед тем, как ехать на вокзал, он с братом и Телегиным заехали к нему домой. Пока Андрей пил пиво, Анатолий подготовил все необходимое. Анатолий Головин положил в багажник своей «Шкоды» украденную ранее покрышку и кусок веревки. Давай, осторожно. Анатолич! Что-то его развезло. Ничего, в поезде отоспится. Брат Анатолия Головина недоумевал. Слишком уж сильно опьянел Телегина. Но Головин успокоил брата. Ехать парню долго, успеет протрезветь. Головин знал, что их может увидеть кто-то из соседей. Поэтому с показной заботой усадил Телегина в «Шкоду». Парнишка-то совсем молодой, прости господи. А Анатолий хороший человек, как сыну к нему. Головин опасался ехать по городу с умирающим Телегиным в салоне. При первой же возможности он спрятал почти мертвого боксера в багажник и поехал на вокзал. Откуда? После отхода московского поезда к мосту. Он еще обрыгал, там все пришлось мыть. Там он и умер в багажнике. И вы понимали, что он там дойдет. Как от тела избавлялись? На мосту. Привязал к ноге покрышку и бросил с моста. После того, как я избавился от тела, я заехал домой к брату и сказал, что посадил Телегина на поезд, и он уехал в Москву. А брат с вами после того, как тело Телегина обнаружили, не говорил? Говорил. Вроде бы дождь начинается. Толик, Андрюху это ты убил? Рехнулся, чоль. А больше что, некому? Рогоносец этот его убил. Жуков скотина. Ну-ну. Сидеть вам, милый человек, не пересидеть. Я все рассказал. И я не хотел. Да все вы хотели. В ваших действиях я вижу заранее продуманное, хорошо спланированное убийство. Вы даже веревочку подлиннее взяли, чтобы не мешало телу всплывать. А ведь покрышка не грузом была, а ложным следом. Вещдоком, за который я должен был хватиться. Ну вот я и хватился. Только не так, как бы вам хотелось, верно? Уведите. Выяснив обстоятельства совершения убийства, оперативник Сальников приказал увезти задержанного. Егору Игнатьевичу оставалось передать его следователю прокуратуры, которому все рассказанное предстояло превратить в доказательство вины Анатолия Головина в умышленном убийстве Андрея Телегина. Следствие по делу Анатолия Головина длилось недолго. Обвиняемый всячески сотрудничал со следствием, не изменял показания и выглядел человеком, который полностью осознал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд учел все эти обстоятельства и приговорил Головина Анатолия Анатольевича к 12 годам лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok